Всем привет! Это вторая часть обзора смартфона OnePlus 3. За предоставленное устройство на обзор отдельно спасибо интернет-магазину BoomMarket. Ссылка будет в описании. Давайте сразу перейдем к производительности, но перед этим пару слов о прошивке. На момент обзора стоит последняя официальная прошивка Oxygen OS 3 2.1. Модель у меня с индексом А3000. Что касается производительности в синтетике, то здесь есть о чем рассказать. Во-первых, провел тест в Antutu. На первом прогоне смартфон показал 142 тысячи баллов. На втором 141 тысяча, на третьем 141 тысяча и на четвертом 141 тысяча. Обратите внимание на показания 3D. 58, 58, 58. То есть, не должно быть никаких проблем с производительностью в играх с течением времени. То есть, смартфон не троттлит. Так могу отметить, что это, наверное, один из первых смартфонов на Qualcomm 820, который не снижает баллы в Antutu даже после четвертого прогона. В этом плане хочу похвалить OnePlus. Видимо, хорошо поработали над охлаждением и также над непосредственно самим ядром. Как видите, производительность максимальная и при этом с течением времени она не падает. В Geekbench также у нас максимальные результаты. И после нескольких прогонов они практически не изменяются. Что касается нагрева, то максимальная температура батареи 41 градус. По другим датчикам температура не превышала 50 градусов. Что, опять же, нам говорит о хорошем охлаждении. Пару слов о скорости памяти. Но про это я вам говорил в первой части. Здесь стоит быстрая память UFS 2.0. Скорость чтения до 400 МБ. А это значит, что у нас приложение запускается быстро. Также быстро у нас будут запускаться игры. Более подробно смотрите видео сравнение скорости запуска приложения с HTC 10. Но, допустим, в Google+, мне показалось, не совсем плавный скролл. Хотя и лагов заметных нет. Видите, немножечко есть всё-таки микролаги. Ну, повторюсь, за счёт быстрой флэш-памяти быстро запускаются приложения, быстро переключаются, очень быстрая анимация. Ну, давайте перейдём к производительности в играх. Протестировал я геймбенчи. Итак, Асфальт 8. Средний FPS у нас 29, но здесь ограничение 30. Как видите, стабильность 98. Ну, то есть, в игре у нас FPS стабильно 30, как можете видеть. Следующая игрушка у нас Racing 2. Здесь заодно протестировал автономность. На яркость экрана где-то 50%. Время в игре 4 часа 9 минут. FPS также 29. Стабильность 74. Здесь у нас подгружались различные уровни, поэтому показания по стабильности у нас меньше, чем на самом деле. В игре самой у нас всегда стабильно 30 FPS. Перейдём дальше. Reclass Racing. Здесь вообще всё отлично. 60 из 60, стабильность 95. Давайте мы откроем график. Вот игрушка у нас запустилась. И как видите, у нас стабильно 60 FPS. Следующий уровень. Опять же, 60 FPS. Следующая игра Unkilled. Вот здесь хочу отметить следующее. Во многих смартфонах, которых я тестировал на Qualcomm 820, не имеет значения, либо это Full HD разрешение экрана, либо 2K разрешение. В максимальной графики на первом уровне смартфоны где-то через минуту начинают притормаживать и FPS проседать до 16-17. Здесь же у нас средние показания 31 FPS и стабильность 64. Давайте мы откроем, посмотрим подробнее. Вот у нас начало 30, 24, 24, 22, 20. Но ниже 20 показания не опускались. При этом хочу отметить, что на других смартфонах, тот же LG G5, HTC 10, даже Mi 5, на Qualcomm 820 FPS у нас заметно проседал с течением времени. Здесь же сказывается то, что очень хорошее, видимо, охлаждение, либо, опять же, правильно настроили работу ядер. И здесь у нас каких-то заметных лагов в самой игре не наблюдается. Танчики здесь на Qualcomm 820 проблем нет, а вот в данном смартфоне тем более нет, даже с течением времени. Давайте мы откроем. Стабильность 60, редко когда опускается до 54. Ну, пожалуй, какие выводы могу сделать по производительности в играх. Ну, наверное, могу выделить этот смартфон. Среди всех смартфонов, которые у меня были на Qualcomm 820. Лучшее поведение, лучшее производительность в игрушках. Причем именно с течением времени. FPS у нас заметно не проседает. Смартфон минимум тротлит. Ну, в общем, из-за 820 это, наверное, лучший смартфон в плане игрушек. Давайте пойдем дальше. Расскажу вам про GPS. Спутники находят быстро, как видите. Видят и американские, и глонасс, и китайские. Точность 4 метра. На практике точность, наверное, где-то 10-15 метров. Правильно показывает направление, то есть компас работает хорошо. Диопозиция по карте не скачет. В общем, особых проблем я не заметил с GPS. Заметил проблемы с Wi-Fi, есть отдельное видео на канале. Дополнение по Wi-Fi. Рядом с роутером, если у нас 2,4 ГГц канал, то скорость максимум 50 Мбит. В случае переключения на 5 ГГц скорость повышается, ну, как минимум до 100 Мбит. Уграничение у меня 100 Мбит. Расстояние где-то 5-6 метров за стеной от роутера. Скорость загрузки 40 Мбит. И в случае расстояния 8-10 метров, скорость заметно падает до 2-3 Мбит. При этом скорость выгрузки в районе 20 Мбит. На других смартфонах проверял 4 разных смартфона и 2 планшета, которые у меня лежат дома. На том же расстоянии скорость загрузки в районе 20 Мбит. Вот такой вот нюанс. По глюкам, что я заметил, во-первых, почему-то на ютюбе, если у нас видео в 60 фпс, то воспроизводится максимум 480 пи. Давайте вам продемонстрирую. Скорее всего, это поправит с обновлением прошивки. Качество максимум 480 пи. Если видео записано в 30 фпс, то доступно и 720 пи, и 1080 пи. Но, видимо, серверы гугла не распознают данную модель и не позволяют выбрать высшее разрешение, и в частности 60-50 фпс. Глюк неприятный, но чаще всего он встречается именно с китайскими смартфонами. Если у вас есть рут, то вы можете это поправить. Изменив идентификатор модели, например, не OnePlus, а, допустим, какая-то моделька из Samsung, тогда 50-60 фпс у вас становится доступным на ютюбе. Пойдём дальше. Давайте мы поговорим про разговорный динамик. Могу отметить следующее. Во-первых, по качеству передачи речи проблем я не заметил. Никаких посторонних шумов нет. Речь сама разборчивая. По громкости, громкость средняя, то есть, как такового запаса нет при разговорах, то есть, ставлю максимум. Но, что не понравилось, не понравилась работа микрофонов. Можете посмотреть примеры записи видео, там это отчётливо видно. Второй микрофон для шумоподавления очень плохо убирает шумы. Голос ваш слышен, но при этом очень заметно слышен посторонний шум. Это касается и разговоров. Также собеседники жаловались, особенно если я шёл по улице и был небольшой ветер. Надеюсь, опять же, поправят с прошивками. Но так могу отметить, что с микрофонами есть проблема. Но про это пишут и на форме OnePlus. Основной динамик, он у нас один, расположен снизу. Давайте вам продемонстрирую. Здесь, что касается приложений, их минимум. Но есть своё приложение галереи. Также есть своё приложение музыки. Вот так оно выглядит. Давайте мы запустим какой-нибудь трек. В общем, что касается основного динамика. Во-первых, отмечу следующее. Он громкий. Громкость явно выше среднего. На максимальный не хрипит, не звенит. По качеству, опять же, неплохой. Но если сравнить с тем же Huawei P9, у которого также один динамик. Там мне его качество понравилось чуть больше. Но, повторюсь, здесь претензий к основному динамику нет. Он играет качественно, громко, без всяких посторонних шумов. Я бы сказал, даже звук выдаёт довольно-таки объёмный. Давайте, чтобы закончить тему со звуком, пару слов о качестве звучания в наушниках. Здесь я могу отметить следующее. Во-первых, здесь нет усилителя. Потому что я слушаю где-то от максимума одно-два деления. То есть, в принципе, кое-какой запас и есть. На некоторых более тихих композициях и более шумной обстановке делаю на максимум. Но при этом получаемая громкость меня полностью устраивает. То есть, нет желания увеличить громче. Что касается непосредственно самого качества звучания. Здесь могу похвалить OnePlus. По крайней мере, именно на этой прошивке. Вроде как раньше были какие-то нюансы, но они поправили. В общем, по качеству звучания наушников нет никаких претензий. Звучит классно. Низкие, средние, высокие частоты. Нет никаких заметных провалов. Но если сравнить с качеством звучания с тем же HTC 10, с Boost 3, чувствуется, что здесь от САП попроще. Либо он здесь встроенный. Именно Qualcomm. Точных данных, опять же, нет. На официальном сайте не указывают. Но так могу отметить, что по качеству звучания наушников претензий нет. Единственное, только по запасу громкости у вас будет где-то одно-два деления. По уровню приёма Wi-Fi сигнала. Не знаю, может, у меня такой образец попался. Но, повторюсь, рядом с роутером особых проблем нет. Скорость хорошая. А вот подача очень заметно падает. Что касается приёма сотого сигнала. Версия у меня для Китая. Как вы знаете, там она поддерживает меньшее число LTE частот. В частности, нет 20. Поэтому, если вы любите сидеть в LTE, рекомендую брать версию для Европы. Номер её модели А3003. В моём случае, так как меньшее число частот поддерживается LTE, то LTE у себя в районе я так и не поймал. В Москве, конечно, ловит. Но держит LTE не так стабильно. Чаще всего он скатывается в 3G. По уровню приёма сотого сигнала я не могу выделить этот смартфон среди лучших. Дома очень плохой приём сигнала. Чаще всего разговоры могут прерываться. Но такого я не наблюдал на том же BlackBerry Preve, на HTC 10 и даже на LG G5. Но в сравнении с Samsung здесь мне показалось чуть получше качество. Особенно с передачей данных. То есть в Edge, в 3G данные у нас передаются. Ничего у нас не стопорится. В этом плане всё хорошо. Давайте пойдём дальше. Перейдём к автономности. А в конце поговорим про камеру. Что касается автономности. Здесь у нас стоит аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. При этом экран 5.5, AMOLED и Full HD разрешение. Для начала пару слов о стандартных тестах. Протестировал в YouTube максимальная яркость. За час работы экрана смартфон у нас сел на 10%. Такой же результат у нас был и при воспроизведении неконвертированного видео. За час работы он сел на 10%. Результат неплохой, но в принципе он типичен для AMOLED экрана. В сравнении с тем же OnePlus 2, который у меня также был, и тем же даже OnePlus 1, могу отметить, что этот смартфон живёт заметно дольше, если мы говорим про воспроизведение видео неконвертированного, либо просмотра YouTube ролика. Что касается смешанного режима использования, здесь у нас Wi-Fi и немного игр. Смартфон показал мне результат 5.5 часов работы экрана. Если мы говорим про работу в 3G, то показания будут где-то 4-5 часов работы экрана. Если сравнить показания с тем же OnePlus 2, то особой разницы я не заметил именно в смешанном режиме использования. Если сравнить с показаниями OnePlus 1, то тот живёт заметно дольше. Ну то есть выводы следующие. В смешанном режиме смартфон показывает схожую автономность с тем же OnePlus 2, а вот в режиме воспроизведения YouTube роликов, просмотра видео, где AMOLED экран проявляет себя с лучшей стороны, там автономность конечно подросла. Всё конечно будет зависеть от вашего конкретного сценария. Если вы будете вставлять 2 симки и врубать LTE, то большая вероятность, что может быть 4, а может даже чуть меньше часа работы экрана. Но повторюсь, в моём режиме эксплуатации смартфон в смешанном режиме живёт 4.5, где-то 5 часов работы экрана. В принципе это типичные показания для HTC 10 и для других смартфонов, но заметно меньше, чем жил у меня тот же OnePlus 1. Ну давайте перейдём к камере. Камера у нас здесь на 16 Мп. Модуль Sony IMX298 довольно-таки популярный. Есть и в Xiaomi Mi 5 и Huawei Mate 8. Есть оптическая стабилизация, диафрагма у нас здесь 2.0. Давайте пару слов про интерфейс. Итак, по интерфейсу. Здесь у нас, во-первых, несколько переключателей. Слева вверху у нас HDR, несколько опять же режимов. HDR всегда включен. HDR с буковкой A, это значит в авторежиме. Рядом есть режим HQ, то есть высокое качество. При включении его HDR выключается. Это что-то похожее на Clear Image, который был на других смартфонах. Но в отличие от него могу отметить следующее. Во-первых, кадр делается заметно быстрее. То есть при его включении. И, допустим, мы его выключаем. Включаем HDR. Как видите, особых отличий по скорости съемки нет. Что этот режим дает? Во-первых, как я понимаю, по алгоритму, наверное, делается несколько снимков. Все это дело объединяется. Действительно убираются посторонние шумы. Это касается и съемки днем при хорошем освещении, и вечером. Увеличивается и резко снимка. Уже становится заметным перешарп. Но при этом, повторюсь, убираются посторонние шумы. И детали у нас не теряются. То есть нет такой вот каши. По работе автофокуса здесь, к сожалению, смартфон не могу выделить. Работает, наверное, как на OnePlus 2. То есть иногда хорошо фокусируется. Иногда не так хорошо, как хотелось бы. Это, к сожалению, не уровень Samsung и не уровень того же Huawei P9. По режимам. Здесь у нас в случае видео запись ведется в 4К. Пример я выкладывал. Ссылки будут в описании. По видеоряду претензий нет. То есть записывать с хорошим битрейтом. Хорошее у нас качество. Вечером, конечно, побольше у нас шумов вылезает. Но, повторюсь, есть нюансы с записью звука. Надеюсь, прошивки поправят. Есть здесь у нас ручной режим. Можно вручную выбрать фиксировку. Также выставить выдержку. Максимум 30 секунд. Все у нас меняется от 100 до 3200. Есть замедленная съемка. Но записывает у нас 720.000. Частотой кадров 120. Но давайте перейдем к примерам фотографий. В описании к этому видео будет ссылка. Там будут все примеры. Также там будет сравнение с Galaxy S7 Edge и HTC 10. Заходите, смотрите, оценивайте. Что я могу отметить по своим впечатлениям. По резкости здесь она неплохая. По углам немножко теряется. Если мы говорим про верхний, левый и правый угол. Но так в целом особо каких-то замыливаний я не заметил. HDR работает аккуратненько. Вот у нас здесь с выключенным HDR. С ключным, как видите, в тенях осветляется. При этом цвета не становятся супер перенасыщенными. Еще такой нюанс заметил. В случае фотографирования при среднем и плохом освещении появляются у нас кадры смазанные. Это касается и включенного режима HQ, и выключенного режима. Иногда включение этого режима позволяет уменьшить количество смазанных кадров. Если говорить непосредственно про качество, то в случае включения HQ режима днем, то картинка мне очень нравится. Минимум шумов, отличная детализация. Данная камера снимает лучше, чем тот же HTC 10. Если мы говорим про съемку днем, то заметно лучше, чем Samsung. Если мы говорим про качество съемки в среднем и плохом освещении, то здесь опять же благодаря режиму HQ кадры у нас получаются с минимум шумов. Даже несмотря на то, что ISO у нас в фотографии повышается до 4-5 тысяч. При плохом освещении немного теряем в цветопередаче. То есть картинка получается не такая насыщенная, как, допустим, в сравнении с тем же HTC 10, либо LG G5. Те передают при плохом освещении более натуральные цвета. Вот так, если подвести итог, то камера мне понравилась. Она отлично снимает днем на уровне флагманов и даже, может быть, лучше некоторых. Если мы говорим про среднее освещение, опять же, в случае включения HQ режима, также у нас получается очень хороший кадр с минимумом шумов. Но имейте в виду, что смазанный кадр здесь почаще получается, опять же, в сравнении с тем же HTC 10. За счет своего режима HQ, наверное, могу ее поставить выше, чем тот же Xiaomi Mi 5, либо Huawei Mate 8. Но давайте подведу итоги по данному смартфону, что понравилось, что не понравилось. Не очень понравился мне экран в плане цветопередачи. В стандартном режиме цвета перенасыщены, есть некоторые искажения. В случае включения с RGB действительно по цветам у нас становится все замечательно. Все четко в зоне sRGB, но цвета становятся явно тусклыми. По моим ощущениям, глаза устают сильнее на данном Amoled. Но, опять же, в sRGB, если включить, не такие будут яркие цвета, не так это будет давить на глаза. Второй момент. Проблема с Wi-Fi. Мы не знаем конкретный образец, либо у всех так. И третий нюанс, который из минуса могу отметить, это работа микрофонов при записи видео. И непосредственно в разговорах плохо убирают шумы. Шум ветра очень заметен. По внешнему виду претензий нет. Действительно, смартфон выглядит прикольно. Классно ощущается в руке. Все собрано отлично. Камера также очень хорошая, особенно с режимом HQ. Конечно, это режим не HDR+. Но действительно, по алгоритму поработали. И понравилось то, что сейчас уже кадр делается быстро, без всяких задержек 3-5 секунд. По качеству в наушниках также, как я говорил, все хорошо. Но нет особого запаса по громкости. В игрушках вообще все отлично. Я уверен, что OnePlus поправит различные баги. В частности, отсутствие 50-60 FPS при просмотре роликов на YouTube. Также, я думаю, что-то сделать с микрофонами. Все-таки народ жалуется. Темы на официальном форуме присутствуют на этот счет. По цене, как я вам говорил в первой части, через AliExpress можно его заказать за 28-29 тысяч рублей. С учетом железа, действительно, неплохая покупка. Собственно, про плюсы и минусы данного устройства я вам рассказал. Решать уже вам. Все, всем спасибо за внимание. Это был обзор OnePlus 3.